Это невозможно передать, это обязательно нужно приготовить. Во-первых, все очень просто. Порезали, сложили, приправки и на часик-полтора тушить. Привет, друзья! Мы продолжаем свое путешествие по солнечному Азербайджану. И сегодня мы с вами приготовим очень вкусное и традиционное блюдо буглома. Я начинаю готовить, а вы следите за мной. Для начала порежем лук. Теперь порежем морковь. Можно порезать произвольно, как вам нравится. Главное, чтобы кусочки не были очень большими. Я порежу соломкой. Ну что, теперь порежем сладкий перчик. У меня красный и желтенький, можно взять и зеленый, и оранжевый. Вообще, чем больше будут разнообразия цветов и красок в этом блюде, блюдо получается более яркое, насыщенное и вкусное. Порезала перчик вот на такие средние кусочки. Он останется целым и не развалится. В блюде будет смотреться красиво и гармонично. Теперь порежем картофель. Я беру небольшие клубни, так они быстрее готовятся. И буду разрезать его на 4 части. Если у вас все-таки картофель довольно крупный, разрежьте там на 6-8 частей. Ну а теперь помидорки. Сочные, красные, спелые. Конечно, друзья, я понимаю, что если будете блюдо готовить в какой-то зимний период, то, скорее всего, не найдете хороших томатов, можно приготовить и без них. Вообще, привыкайте к тому, что всегда можно блюдо приготовить по своему вкусу. Какие-то продукты всегда можно заменять. Не бойтесь, экспериментируйте. На своей кухне вы шеф. Друзья, конечно же, пикантный и ароматный чеснок. Порежу его тоненькими пластинками. И еще для остроты я добавлю острый чили перчик. Конечно, друзья, здесь обязательно по вашему вкусу. Если вы не любите острое, его можно вообще не класть. Я возьму совсем небольшой такой кусочек и порежу его тоже тоненькими пластинками. Друзья, все овощи мы порезали и подготовили. Теперь мы начнем собирать блюдо. Готовить я его буду вот в такой кастрюле. Можете взять любую кастрюлю с толстым дном. Можно готовить это блюдо в духовке. Я буду готовить его на плите. Вообще, конечно, традиционно бугламу готовят из баранины. Но также можно приготовить ее и с курицей. У меня ножки. Я сняла кожицу и взяла еще мягкие такие верхнюю часть крылышки. Тоже мясистая. Почему я беру с косточкой? Обязательно, чтобы мясо было. Потому что блюдо будет более наваристое и вкусное. Ну, а теперь мы будем складывать. Все складываем слоями. Если где-то запутались, ничего страшного. На дно кастрюли я кладу немножко масла. Буквально пару кусочков. Ну, скажем так, 2 чайные ложки. Теперь идет слой лука. Немножко, чтобы прикрыть дно. И теперь складываю куриные ножки. Куриные ножки сверху. Добавляю черный перец по вкусу. Конечно, лучше всего использовать свежемолотый. Он более ароматный. Добавляю соль. И базилик. Если кому-то базилик не нравится, это не принципиально. Можете не добавлять. Далее идет слой моркови. Теперь чесночок. И немножко чили перца. С чили перчиком будьте осторожнее, чтобы не приборщить. И теперь слой картофеля. Следующий слой сладкой паприки. И помидоры. Теперь добавляю опять немного соли. Соль добавляем все время по немножко, примерно вот так, через каждые 2-3 слоя. Смотрите аккуратно, чтобы не переборщить. И черный перчик. Вообще, конечно, в процессе приготовления можно всегда попробовать и добавить соль и перец по вашему вкусу. И я добавляю еще немного базилика. Ну и что? И теперь еще таким же образом делаю опять слой лука. То есть, в принципе, у нас получится каждого слоя по 2. Ну, если у вас большая совсем кастрюля, и по 3 можно сделать. Вообще, мне кажется, что это настолько будет вкусно. Думаю, что, ребята, готовьте заранее большую порцию. И теперь выкладываю слой крылышек. Слой моркови опять. Чесночок. Острый перчик. Картофель. Я немножко утрамбую, потому что вообще при приготовлении овощи становятся мягче, и они немножко оседают. Поэтому, чтобы как можно больше поместилось и хватило сразу на всю семью, я немножко утрамбую. Теперь слой перца. И помидорки. Ну, и опять, конечно, соль, перчик и базилик. И еще добавляю ложечку сливочного масла. Вот, друзья, теперь всю эту красоту заливаю кипятком. Примерно полкастрюли. Много не надо. Добавляю сюда лавровый листочек. У меня вот три таких маленьких. И вот так вот прямо целым пучком добавляю петрушку. Можно кинзу. Если любите, конечно, можно кинзу. Закрываю и отправляю на плиту. Как только это закипит, уменьшаю огонь. И на маленьком или таком среднем огне будем тушить до готовности. Ну, примерно час-полтора. Ну вот, друзья, смотрите. Буглама закипела. Я поставила на огонь ниже среднего. У меня стоит на двоечке. Теперь она потихонечку будет так вариться. Ну, примерно час-полтора. Ни в коем случае не перемешивать. Ой, друзья, посмотрите, как все красиво. Блюдо у меня тушится уже час-двадцать. И теперь еще одна нотка яркости и аромата. Это шафран. Обязательно. Добавляем вот совсем немножко. Закрываю крышкой еще пять минут и будем пробовать. Друзья, буглама готова. Скорей пробуем. Аромат стоит невероятный. Супер. Бесподобно. Это такой ярко выраженный вкус. Это невозможно передать. Это обязательно нужно приготовить. Во-первых, все очень просто. Порезали, сложили, приправки и на часик-полтора тушить. Превосходно. Вы знаете, я с нашим кулинарным путешествием, у меня такое чувство, что я влюбляюсь в каждую страну, с которой мы готовим блюда. И рекомендую, друзья, подключайтесь к нашему каналу. Ни в коем случае не пропускайте наше кулинарное путешествие. Наслаждайтесь вкусами вместе с нами. Спасибо, что вы нас смотрите. Прошу к столу. И приятного вам аппетита. Субтитры подогнал «Симон»!